Доброе утро! В регионе 8.00, а значит пришло время субботнего выпуска программы Вести Ульяновск в студии Елены Тимонина. И вот о чем вы узнаете в ближайшие 15 минут. Толерантность, равноправие, интеграция. Главные слова сегодня. В Международный день белой трости слабовидящие студенты принимают подарки. Сегодня и Папин день. О традициях нового для России праздника и о главном герое и опоре одной ульяновской семьи репортаж Екатерины Лазаревой. И чарующие звуки музыки эпохи венского классицизма. Провести сегодняшний вечер в своей компании ульяновских меломанов приглашает Ульяновский государственный симфонический оркестр губернаторский. Контейнерная площадка на Нижней террасе заинтересовала прокуратуру. Место для сбора бытовых отходов не отвечало установленным требованиям. Городские службы не реагировали на просьбы местных жителей несколько лет. Элла Шахова с подробностями. Площадка для мусора здесь располагается уже много лет. Отходы сюда приносят со всех ближайших домов. Но складывают их лишь в большой контейнер. К нему можно подойти. А три емкости для раздельного сбора мусора так и пустуют. Никто из горожан по грязи и сквозь кусты пробираться к ним и не думает. Появилась и другая проблема. Все мы сюда, все ближайшие микрорайоны, весь сюда ходят. И вот когда бездорожье распутится, это просто ужасно. Летом же лужи остаются, не высыхают. А зловоние, это вообще разносится на всю округу. Поэтому вот надо здесь вот прям в срочном порядке надо вот это заделывать. Пару лет назад, вспоминают местные жители, эту проблему уже пытались решить городские службы. Привезли строительный мусор, щебенку. Вместо того, чтобы благоустроить территорию, привезли со строек, которые вот старые разрушают. И вот эта штукатурка слоями отслаивается, они ее привезли и насыпали. Она в теплую погоду превращается в пыль, а в дождь превращается в жидкую грязь. И все это мы к себе домой тащим. Вмешалась прокуратура. Еще в августе она провела проверку по соблюдению правил благоустройства контейнерных площадок в Заволжье. По результатам проведенной проверки было установлено, что контейнерные бурки, расположенные на данной площадке, размещены не на твердом асфальтном покрытии, а также отсутствует подъездной путь для сбора данных контейнерных бункеров. В этой связи прокуратурой района, главе города Ульянска, внесено представление об устранении нарушений закона. Сегодня во всем мире отмечают День Белой Трости. Накануне праздника слабовидящие студенты фармацевтического колледжа получили полезный подарок. В общежитии учебного учреждения появился стол для настольного тенниса. Он оснащен бортами и адаптирован для инвалидов по зрению. Оборудование колледжу передали представители Всемирного общества слепых. Спорт – это одно из мощных, мощнейших средств реабилитации для инвалидов всех на залоге. Данный вид спорта очень хорошо развивается. Проводятся соревнования на уровне города, области, Приволжского федерального округа, чемпионаты России и даже есть мира. Профессиональная реабилитация инвалидов по зрению в колледже проводится уже более 20 лет. За это время преподавателям учебного заведения удалось подготовить более 400 специалистов с особенностями здоровья. Дети приезжают практически со всех регионов России. Они участвуют во всех мероприятиях, проводимых в колледже, во всех мероприятиях, проводимых в регионе, в многих мероприятиях, проводимых на уровне России. Занимаются очень активно спортом. Студенты уже успели опробовать подарок. Некоторые из них занимаются настольным теннисом около 10 лет. Так как появился стол, у меня появилось больше возможности играть, готовиться к областным соревнованиям, так как я живу далеко отсюда и у меня не было возможности. Помимо стола с озвученным шариком и бортами для ребят предоставили экипировку. Это перчатки, специализированные ракетки и очки, которые упрощают тренировки. Уже второй год подряд российские отцы отмечают свой профессиональный праздник. В прошлом году памятную дату официально учредил президент. Впрочем, в Ульяновской области главсемейств поздравляют уже не первое десятилетие. В регионе даже проводят конкурс на звание «Отец года». Чей папа стал лучшим из лучших в этот раз, расскажет Екатерина Лазарева. Они такие разные. У каждого свой подход к воспитанию. Но всех их объединяет любовь, которую они ежедневно дарят своим детям. Дмитрий, глава семейства Мироновых, в этом году по праву стал одним из «Отцов года». В браке с супругой Натальей они воспитывают двоих детей. Поженились мы студентами. Уже как почти, уже скоро будет 19 лет, как же надо. В семейные ценности Дмитрий стремится передать и детям – дочке Александре и сыну Семену. Несмотря на занятость, каждый вечер они проводят вместе, готовят и рассказывают, как прошел день. А еще отец прививает детям любовь к животным. В семье живут три немецкие овчарки. Один из наших первых строительных проектов на этом участке было строительство детской площадки. Для того, чтобы дети могли здесь играть, развиваться. Всякие горки, влазилки и прочие вещи. Дочь любит здесь тренировать собак с преодолением препятствий. Шерри у нас любится. Она чемпионка России. Но самым главным Дмитрий считает поддержку ребенка. В любых начинаниях. Семен занимается футболом и конкуром. А Саша обожает рисование. Самое главное, я считаю, нужно показывать пример детям своим. Быть надежным человеком слова. Ну и максимально уделять время детям. Именно эти качества помогли Дмитрию Миронову стать одним из пяти лучших пап региона. В этом году в конкурсе участвовали 130 отцов. Оценивается папа года по разным критериям. Это и участие его в семейных мероприятиях, в общественной деятельности. Насколько они творчески активны. И, соответственно, насколько они важны для каждого муниципального образования Ульяновской области. Многие отцы, которых сегодня встречали овациями, воспитывают пять и более детей. Есть и папы, которые вместе со своими супругами заботятся о приемных ребятах. Они не понаслышке знают, что отец звучит гордо. Ведь кто, как не временами строгий, но всегда любимый папа, сможет показать пример настоящего мужчины. Екатерина Лазарева, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Мир средневековой тайги, где есть место героизму, дружбе, черной и белой магии. В кинотеатрах сегодня идет фильм «Сердце Пармы». Он снят при поддержке телеканала «Россия». Всю неделю эпическая экшн-драма бьет рекорды в прокате. О ленте подробнее Марина Тимофеева. В языческих таежных землях, где шаманы приносят кровавые жертвы, чтобы отогнать с темных духов, разворачивается экшн-драма. В центре киноленты «Князь Михан» он встретил ту самую, в которой собрана вся красота мира и силы ведьмы. От меня благословения не жди, князь, покуда будешь жить с некрещенной ведьмой. Тичерс родилась обычной девочкой, но ее ждала судьба ламии, языческой богини. В ней переплелись два начала – земная человеческая любовь к механу и колдовские чары – ведьмы-оборотни. Это женщина, которая готова ради своей любви пойти на все, ради любви к своему мужчине, ради любви к своим детям. Эта любовь навсегда изменит его судьбу и его родной Пармы. Ему предстоит сражаться, защищая свой мир от злого рока и от тех, кто придет с мечом в войсках богатств и новых земель. Собирай дружину для всех, кто есть. Это интересные именно схватки, битвы на лошадях со старинным оружием. В центре конфликта цивилизации история пермского князя Михана, который жаждет мира для всех. Его задача – не дать всесильной Москве уничтожить Пермь и при этом как можно крепче привязать местные племена к Руси. Секрет успеха блокбастера в лихо закрученном сюжете. Здесь каждый персонаж меняется под напором обстоятельств. Одни предают, а другие остаются верными своим принципам. Сюжет заставляет следить за происходящим. Фантастические моменты очень мне понравились. Это добавило больше экшена в этот фильм. Он был классный, мне понравилось. Яркие спецэффекты и грандиозные декорации. Фильм погружает в атмосферу 15 века. Впечатлений много, костюмы очень красивые, декорации красивые понравились. Фильм «Сердце Пармы», снятый при поддержке телеканала «Россия», идет во всех крупных кинотеатрах Ульяновска. Марина Тимофеева и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Моцарт и Бетховен. Сегодня Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением главного дирижера. Эдуарда Дидюре приглашает ульяновцев окунуться в мир классической музыки. В концерте прозвучат наиболее знаковые и известные произведения эпохи венского классицизма. 40-ю симфонию Моцарта и 5-ю Бетховена с полным правом можно назвать супер-хитами классической музыки. Даже спустя 200 лет после их создания они захватывают слушателей яркостью образов и накалом драматизма. Также в программе прозвучит увертюра «Эггмонд» Людвига Ивана Бетховена, которая была создана вскоре после написания 5-й симфонии и по своему настроению очень близка этому произведению. Взволнованные, трепетные композиции, написанные в преддверии эпохи романтизма, подарят слушателям незабываемые впечатления. Начало концерта в 17 часов в киноконцертном комплексе «Современник». Казачьему ансамблю «Звонница» исполняется 30 лет. Свой юбилей народный коллектив отметит на сцене Дворца культуры губернаторской. 30 лет назад это был один из первых ансамблей фольклорной казачьей песни Ульяновской области. В сегодняшнем составе коллектив работает уже 22 года. Участники тембрально подстроились друг под друга. Ансамбль много гастролировал. Обширный репертуар коллектива вбирает в себя песни разных казачьих округов, знакомит слушателей с уникальной песенно-музыкальной культурой казаков России. В то же время руководители ансамбля грамотно преломляют фольклор и синтезируют его с современными направлениями в музыке. Я хочу пригласить всех горожан и гостей нашего города 15 октября в Большой зал Дворца культуры губернаторский в 14 часов. Уважаемые горожане, мы вас ждем и надеемся, что вы получите хороший заряд бодрости и у вас будет прекрасное настроение. В программу сегодняшнего концерта вошли любимые песни ансамбля и его зрителей, а также произведения различных казачьих жанров. Это строевые, игровые, шуточные песни и воинские баллады. Поздравить юбиляров своими лучшими песнями приедут 10 коллективов со всей Ульяновской области. Разговор о проведении частичной мобилизации сегодня смотрите в программе «Тема дня». Гость студии – секретарь Совета безопасности Ульяновской области Геннадий Нерабеев. Актуальное интервью на канале «Россия» сразу после нашего выпуска «Вестей». Это все новости на сегодня. Далее информация о погоде. А я с вами прощаюсь и желаю вам прекрасных продуктивных выходных. Увидимся! Сегодня днем атмосферное давление будет расти. Ожидается облачная с прояснениями погода. По востоку области небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем в Ульяновске 6-8 градусов тепла. В воскресенье в Ульяновске ожидается переменная. Облачность преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью в Ульяновске около нуля. Днем в Ульяновске воздух прогреется до 9-11 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова